Почему мы рассматриваем температуру на экваторе? Есть другая задача, более интересная, где нужно число оборотов. На Земле есть две противоположные точки, x и x противоположные, где одинаково температура, ну или, я не знаю, давление. Есть две противоположные точки для одинаковой температуры и давления. И вот я хочу, значит, пытаться рассказать доказательства. Возьмем точку на экваторе, x, и отметим ее, вот как мы говорили образ, на графике температура и давление. Ну какая это будет температура и давление? И рассмотрим, ну вот это будет f от x. И рассмотрим противоположные точки. В этой противоположной точке будет какая-то другая температура и давление. f от x противоположные. Ну если они вдруг совпадут, то все доказано. А нас интересуют случаи, когда они не совпадают. То есть всегда есть какая-то разница между f от x и f от противоположных. И мы смотрим, куда эта разница, вот куда этот вектор направлен. Значит, следим за этим вектором. Ну, если бы она была трехмерная дисплей и трехмерная мышь, то мы можем сказать так, что мы двигаем точку мыши по сфере и следим вот за этой разницей. А эта разница уже на плоскости как-то поворачивается. И смотрим, сколько она сделает оборотов. Так, хорошо. Теперь представим себе, что мы от этой точки взяли эту разницу для противоположной точки. Что у нас случится с этим вектором? У нас есть вектор f от x противоположная минус f от x. Что с ним случится, если мы от x перейдем к противоположной точке? Он перевернется, он заменится на минус вектор. Если мы перейдем к противоположной точке, то мы заменим на минус вектор. А дальше, если мы движемся по этой части экватора, то эти будут просто в соответственно противоположной друг с другом точке. Значит, на этой первой части сколько оборотов сделает наш вектор вокруг нуля? Значит, если он был в этом положении как он-то, то он в конце перейдет в противоположную положение. Значит, он сделает какое-то число с половиной оборотов. Одна-вторая оборота. А дальше, во второй половине круга двигается, он просто повторяет движение только со знаком минус. То есть, вот если вот этот вектор куда-то перешел, ну, значит, он повернется так же, повернется на тот же угол, но только, значит, в другую сторону, на сто восемь градусов. И сделает еще одну пополам оборотов. То есть, когда мы обойдем целый круг, вот этот самый вектор вокруг нуля сделает нечетное число оборотов. То есть, 2 нс. Которое не равно нуля. Теворечия теперь состоит в следующем. То есть, если мы будем брать вот такие разные параллели, то это число оборотов будет меняться непрерывно. А в конце оно должно равняться нулю, потому что здесь f от x, ну, f от x уже равно, к северному полюсу чему-то равно, и f от южного полюса тоже чему-то равно, и в них есть какая-то разница. То есть, этот вектор колеблется около некоторой точки, поэтому ни одного оборота сделано.